Измеряет радиотепловое излучение поверхности Земли. На спутнике СМОС установлен сканер, который принимает естественное излучение Земли в радиоволновом диапазоне. Необходимо было создать программу, которая эти радиояркостные температуры превратила бы в показатель влажности почвенного покрова, сказал член-корреспондент РАН Валерий Миронов. Сибирские ученые создали такую программу. Спутник снимал влажность, ее фиксировали и одновременно измеряли на поверхности контактными методами. Испытания себя полностью оправдали. Данные о влажности поверхностного слоя почвы, определенные с помощью этой программы, распространяются для пользователей космического аппарата СМОС во всем мире. Спутник, двигаясь по полярной орбите, позволяет измерять раз в три дня влажность почвенного покрова на всей поверхности Земли. Космический аппарат СМОС предназначен для составления глобальной высокоточной карты влажности почвы и солености Мирового океана, а также варьирование этих параметров вследствие обмена влагой между океаном, атмосферой и сушей. Усороки на хвосте! МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ Восемнадцать часов РАДИО РОССИИ ВЕСТИ Здравствуйте в студии Евгения Петрова. В этом выпуске Владимир Путин заявил о превосходстве новейшего российского оружия над зарубежным. Центр избиркома обозначил сроки проведения повторных выборов губернатора Приморья. И суд арестовал акции Грудинина в совхозе имени Ленина. Далее эти и другие темы подробнее. Новейшие образцы вооружений, которые послали...